Вас приветствует Ленинградская областная телекомпания в студии Марина Челапко. Здравствуйте! На полях нашего региона завершаются осенние полевые работы. Окончательные итоги сельскохозяйственного года еще предстоит подвести. Но уже сейчас можно сказать, что агропромышленники Ленинградской области добились больших успехов. Алла Шутова побывала во Всеволожском районе и убедилась в этом. Аграрии Ленинградской области к импортозамещению подготовились. Собрали большой урожай овощей, картофеля, вырастили зерно для животноводства и на продажу. В племенном хозяйстве Приневское производство семенного картофеля увеличили более чем в два раза. Закрома ломятся от урожая. Если говорить о резком увеличении производства, то у нас однозначно есть такие возможности. Есть возможности по технологии, есть возможности где это производить. Наверное вы видели, насколько переполнены все хранилища. И не только хранилища, пришлось использовать в этом году. И приспособленные помещения, достаточно высокий урожай по всем культурам. И запас продукции, который мы имеем, это гораздо большее по сравнению со всеми предыдущими годами. Вырастить всегда проще. Для нас, по крайней мере, производственников. Но вот сохранить, доработать, а тем более реализовать, это будет гораздо труднее. Гипермаркеты. Их отношение к нашей продукции как было, так и остается по сегодняшний день. Ничего абсолютно не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Значит, и наверняка сегодня надо, чтобы все, если подтягиваем ремень, учитывая в каком положении сегодня находится страна, подтягивать ремень должны не только производственники, но в первую очередь те, которые, наверное, продают нашу продукцию. Рентабельность по сельскому хозяйству по стране это 6-7%. Но почему-то сегодня минимальный процент бонусов, который берет Риты, от 10% и дальше пошли, кто во сколько гораздо. Наверное, вот это является определенным стопором для дальнейшего развития производства овощей, картофеля и молочной продукции. Но в целом для сельского хозяйства. Это стопор на самом деле. Потому что 10% это много. И вообще не должно существовать такого. С чего можно, скажем так, просто так дарить продавцу 10%? На каком основании? Только лишь они захотели из-за жадности? Это узаконенная взятка? Да. Можно так назвать. Узаконенная взятка. Государство в государстве при таких условиях, в которых мы сегодня живем, не должно быть. В огромных складах заполнены не только камеры, но и все коридоры. Ящики с капустой ставят в несколько рядов до потолка. Используются все возможности, чтобы сохранить большой урожай. Особого ажиотажа сегодня не наблюдается на овощном рынке. Об этом сегодня говорит цена, по которой мы продаем. Если овощи, значит, капуста, морковь и свекла идут в пределах 6-6,5 рублей, это говорит о том, что рынок сегодня насыщен. Год отменный. За последние пятилетку урожай будет выше среднего и составит более чем 750 центнеров по овощной продукции. Если говорить по картофелю, я бы сказал, урожай не ниже прошлых лет. В некоторых сортах показали выше урожайность. Валовое производство овощей по Приневскому составит более 15 тысяч тонн. Это очень высокий урожай. Последние 14 гектаров и уборочная кампания будет завершена. На полях 5 бригад мощной уборочной техники и тягачи для перевозки груза. Идет уборка поздних сортов капусты. Морковь и свеклу убрали быстро. Погода была хорошей. Капусту убирают даже тогда, когда дождик моросит. Техника мощная, грязи не боится. Рабочий день у нас начинается с 8 часов. Заканчиваем мы в 7 часов, то есть 19.00. Работает на поле у нас 5 комбайнов. Осталось нам немного. Еще дня 2-3 мы и уберем. Закончим в этом году с уборочной кампанией. Погодные условия, я считаю, что в этом году нам позволили убрать без потерь. Урожай хороший. Ну, в общем, мы довольны этим сезоном. Задача сельхозпроизводителей – сохранить урожай, чтобы овощей хватило до весны. В хозяйстве большие складские объемы. Работает сортировка. Овощи готовят в мытом и обычном виде. В больших объемах и в маленькой таре. На любой вкус. Отпускные цены на сегодняшний день весьма привлекательны. Морковь, свекла от 6,5 рублей. Картофель от 9 до 14 рублей за килограмм. Реальная поддержка, которую мы чувствуем сейчас, и мы видим это со стороны регионального правительства. Что касается федерального, за последние годы сократилась та поддержка, которая была. И все это возмещает на сегодняшний день региональное правительство. Поэтому огромное спасибо Александру Юрьевичу за то понимание, которое есть, за ту поддержку, которую нам оказывает. И в плане никаких снижений по уровню поддержки не будет. Это нас радует, конечно. Это перспективно для нас. Все, что будет происходить на уровне федерального правительства, мы слышим много. Много разговоров по телевидению. Много мы читаем, но на самом деле реальных шагов на сегодняшний день, по крайней мере, я как руководитель, я не видел. Сегодня попробуйте получить кредит в банке. Сложно, неимоверно сложно. Они страхуются. И даже тогда, когда такая кредитная история у Приневского, и то есть определенные проблемы на получение кредита. И потом, те процентные ставки, по которым мы получаем этот кредит, он абсолютно неинтересен, не выгоден сегодня сельскому хозяйству. От 13% и выше. Когда наши же коллеги на Западе получают, это 2%, 3% это самое большие. А в большей части они получают кредит под 0-2% годовых. Есть разница? 10% отдай торговлю, 10% отдай банкам. Это 20%. 20% рентабельность, к сожалению, даже по Приневскому, не по всем отраслям у нас есть. В хозяйстве перевыполнили план по производству семенного картофеля. И предполагается ежегодное увеличение посевных площадей. Посадочным материалом мы обеспечиваем себя сами. За семенным картофелем в Ленинградскую область приезжают из всех регионов страны. А вот семена овощных культур Россия закупает. Все закупают. Закупают и развитые европейские государства, и не очень развитые. И те, которые когда-то были в составе Советского Союза, они приобретают эти семена. В этом ничего плохого нет, потому что они на высочайшем уровне делают эту работу. На сегодняшний день у нас семеноводство в стране на таком уровне, который не позволяет даже говорить о том, что есть какое-то замещение. И быстро эту отрасль восстановить невозможно. Невозможно. Ни сегодня, ни завтра такой перспективы нет. Те базы, которые были, сегодня их практически нет. И заново надо создавать отрасль семеноводства. Поэтому, конечно, без семян импортных, к чему мы привыкли, высокоурожайных, достаточно легкоспособных, качественных, конечно, мы не обойдемся. Поэтому, если работать над этим вопросом, это долгосрочная программа. И достаточно такая кропотливая. Сегодня надо говорить не только о том, что финансирование откроют, и сразу все у нас будет. Нет, не будет. Нужны специалисты, которые занимались этим. Нужна та база, которая была. И чтобы все это восстановить, это потребуется, конечно, не один год, не одна пятилетка. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы от таких отраслей касалось всякие политические проблемы, вопросы, которые возникают, пусть не мы инициаторы. Но, с другой стороны, конечно, мы сидим в какой-то степени на парковой бочке, что сегодня, если закроют реализацию семян, то в таком случае определенные проблемы у нас будут. Племенной завод Приневское хозяйство многопрофильное. Работает цех растеневодства. Выращивают овощи, рассаду, семенной картофель, зерно и кукурузу. В Приневском большая шампиньонная ферма. Здесь высокие результаты по сбору экологически чистых грибов. В цехе животноводства крупный рогатый скот и мелкорогатый козеводческая ферма. Сегодня, на самом деле, хорошее поголовье купить в Европе, племенной поголовью коз, это нереально. Почему? Нет. Отсутствуют такие продажи в таких количествах. Значит, все стараются, во-первых, достаточно сильно развито это в Нидерландах, развито во Франции, ну там заболевания, развито это в Германии заболевания. И поэтому завозить нельзя. И как раз мы успели перед этим, скажем, с чистых предприятий и ферм завести вот то поголовье. Белые козы занинской породы с этого года стали титулованными особами. Козеводческая ферма завода Приневская была удостоена звания племенного хозяйства. Это значит, что животные соответствуют стандарту коз молочного направления. За племенную работу хозяйство было удостоено сразу двух золотых медалей. На Всероссийской выставке Агроруд 2014 и на Московской выставке достижений «Золотая осень». В этом году мы достоились чести получить статус племенного завода, первого в России, с конфедерацией такого статуса. Нас это очень радует, благодаря чему мы сможем в дальнейшем развиваться и будем говорить более активно. В каком цели? В первую очередь это продажи племенного молодняка. Ну для этого, конечно, нам пришлось очень усердно поработать. Наград у нас очень много. Очень приятно, что государство на нас обращает внимание и на любую выставку, на которой мы представляем животных. Мы показываем свою работу, животноводство которых есть, племенную и селекционную работу. И это основные награды за селекционную работу, за показатели, те, которых мы имеем в данной отрасли. Племенной завод Приневская – первое предприятие в России, где стали заниматься производством козьего молока в промышленных объемах. За семь лет нарастили поголовья и добились высоких результатов по надоям и по приплоду козлят. Общее поголовье в хозяйстве – 1700 животных. Титулованных коз в этом году продано 500 голов. Племенные животные молочного направления востребованы и в России, и за рубежом. Спрос на живое поголовье гораздо больше, чем на молоко. Спрос есть у фермеров, участников. Даже мы за границу сейчас поставляем, хотя какая за границу Казахстан, мы все равно поставили туда 400 голов. Сегодня такой боязни, что у нас не будет хватать продукции. Это мы то, что будем продавать все, каждый килограмм картофеля или капусты по карточкам. Я такого, конечно, не вижу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Потому что даже без всякой поддержки, если мы останемся и не будут исполнены те обещания, которые и есть, вместе с тем, вот эта махина раскрученная, она не останавливается сразу по команде стоп. Она будет работать. И поэтому те разговоры, которые идут в отношении, что вот из-за эмбарго у нас не будет, это неправда. Это абсолютно не соответствует той действительности, которую я знаю, которая есть на Северо-Западе. Я не буду говорить за сельское хозяйство страны, а я то, что знаю. За это я могу сказать твердо, что сегодня дефицита этой продукции не ожидается. Наверное, вы в закромах увидели, сколько по нашему хозяйству. А на самом деле я по нашим коллегам могу сказать о том, что примерно у всех такие же проблемы, как и у нас. Куда продукцию положить? Аграрии Ленинградской области свою задачу выполняют. А вот дождутся ли отечественной продукции по правильным ценам покупателя, вопрос пока открытый. И его решение теперь от сельских тружеников не зависит. Редактор субтитров А.Семкин